Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Осеннее время – самое время для того, чтобы подумать уже о будущем периоде выращивания растений. Почва является важнейшим фактором для успеха нашей активности и наших огородных дел. К сожалению, я очень часто в последнее время сталкиваюсь с вопросом о том, как же так получается. Я все делаю, все как бы выполняю, все рекомендации, однако же урожай не получается. Или на одном участке я высаживаю одни растения, на другом участке те же самые растения, те же сорта с теми же самыми характеристиками и сроками посадки. Уход – все одинаково, но на этом участке все бушует, а на этом участке ничего не получается. Казалось бы, самый главный фактор здесь будет – почва, разница починного плодородия. Люди даже просят нас здесь, в Республиканском центре, провести анализы почвы, такие неофициальные, учебные, ведь у нас объединение по интересам учащихся, и с участием ребят мы можем проводить такие анализы. Оказывается, что с плодородием все в порядке. Иногда плодородие на участке, где ничего не удается, даже лучше, чем там, где все бушует. В чем же дело? А дело в том, что существует такое явление, как почвоутомление, усталость почвы. Очень часто многие блогеры, специалисты, консультанты в интернете или в журналах связывают усталость почвы с недостатком элементов питания. Да, это один из факторов почвоутомления. Механический состав почвы изменяется от выращивания растений. Она становится или более плотная, или более рыхлая, чем раньше. Уменьшается количество почвенных животных, таких, например, как дождевые черви. Визуально изменяется окраска почвы. Она делается более светлой, более серой. В ней истощается количество органики. В этом случае рекомендуют внести побольше органических удобрений в различном там виде. Может, зеленые удобрения, компосты и так далее. Очень часто рекомендуют использовать гуминовые препараты. В этом есть доля правды и доля пользы в подобного рода советах. Однако, на самом деле, вот те рекомендации, которые даются, не всегда, во-первых, помогают, а во-вторых, они все-таки обладают опосредованной такой активностью в части снятия почвоутомления. Почвоутомление очень часто, чаще всего связано с корневыми выделениями растений. Растения в ходе эволюции выработали у себя свойство такое. Корни выделяют различные вещества, в том числе токсичные для других растений. Иногда концентрация этих веществ настолько увеличивается, что происходит автосамоотравление растений. Это очень часто наблюдается в личных подсобных хозяйствах, в защищенном грунте, а также в открытом грунте, когда не происходит сева оборота, когда в теплице выращиваются одни и те же растения. В этом случае даже посев седератов не всегда помогает избавиться от этой проблемы. Почему? Седераты будут расти довольно хилыми, потому что вот эти вещества, которые выделяют томаты, огурцы и так далее, будут подтравливать эти седераты, ведь они накопились в большом количестве. И хотя посев седератов действительно является в определенной мере важным мероприятием для снятия почвоутомления, это еще не все. Способностью к разложению, к уничтожению вот этих корневых выделений растений, которые они выделяют с целью снятия конкуренции как между разными видами, так и между растениями одного вида, один томат негативно влияет на другой томат, ведь они борются за право за жизнь. А если условия еще не совсем благоприятны, то эта борьба только усиливается. Вот возможностью уничтожать вот эти корневые выделения и снимать почвоутомление обладают почвенные бактерии. В первую очередь это бактерии из рода псевдомонос. Колоссальной способностью к почвовосстановлению и уничтожению фенольных, даже фенольных соединений, выделяемых растениями, обладает псевдомонопутида. Такая вот псевдомонада, на базе которой имеются, также и биопрепараты. Однако не буду вас обнадеживать. К сожалению, такие препараты, например, на основе псевдомона спутиды, как немоцит КС, разработанный в Республике Беларусь и производимый на заводе в Республике Беларусь, недоступен для населения, не выпускают, не производят его для населения. Он единственный, который помогает справиться с нематодой в тепличных хозяйствах и в открытом грунте и является на сегодняшний день достаточно дефицитным. Однако существует еще три препарата, созданных на основе псевдомонад. Можно сказать, что это достаточно уникальные препараты, потому что большинство препаратов, которые вы можете встретить в магазинах, это препараты на основе сенной палочки. Один из таких препаратов на основе псевдомонад – это живой препарат стимул. Он содержит в своем составе бактерию, которая называется псевдомоносфлуорестенс. Это очень активная бактерия, которая выделяет много пиавердина, которая способна разлагать различные субстраты, использовать для своего питания. В том числе она является сильным хилатирующим агентом, делает доступными те минеральные микроэлементы, которые недоступны, особенно недоступны растениям при почвеутомлении, а также прекрасно разлагает вот эти вот всевозможные аллелопатические выделения растений, приводящие к угнетению наших сельскохозяйственных растений, овощных в первую очередь, которые мы выращиваем в теплицах и на грядках в открытом грунте. Еще два препарата содержат в себе другую псевдомонаду. Это препараты аурин и гулливер. Они содержат в своем составе такую псевдомонаду, которая способна оздоравливать почву, оздоравливать растения, уничтожать широкий спектр различных фитопатогенов, в том числе в почве, что очень важно после уборки урожая, чтобы это ничего не перезимовало и ничего не осталось на будущий год. Вот эта псевдомонас ауреус, такая золотая псевдомонада, ауреум – это золото, содержащаяся в живом виде в этих препаратах, является прекрасным подспорьем для почвовосстановления, для уничтожения фитопатогенов и для подготовки вашей почвы на будущий год к выращиванию растений. Это особенно важно для участков, когда невозможно нормально организовать севооборот и чередовать различные культуры. Помидоры по помидорам, огурцы по огурцам, и так годами, годами, годами. В этой связи абсолютно необходимо использовать подобного рода препараты для оздоровления почвы, для снятия утомления почвы, для того, чтобы растения чувствовали себя действительно хорошо и могли в полной мере реализовать тот потенциал удобрений, средств защиты растений, потенциал сорта, на которые вы так надеетесь и, что греха таить, тратите столько денег. Препараты могут вполне воспроизводиться в домашних условиях и щедро вноситься в почву. Никаких нет проблем. Производятся они точно так же, как и сенная палочка. Да и у нас достаточно информации на канале о воспроизводстве препаратов в домашних условиях. Но кто-то может сказать, ведь мы же готовим зеленую бродилку, в огромном количестве вносим бактерии всевозможные. Однако, как показывает практика, вот даже мы в нашем кружке, в нашем объединении по интересам с ребятами делали анализ почв защищенного грунта. Ну, мы просили людей, чтобы они привозили у себя, даже сотрудники центра привозили свою почву, и чтобы мы их проверили на содержание фитопатогенов и на содержание полезной микрофлоры. К сожалению, вот эти группы бактерий встречаются наиболее ценные не так уж и часто. Поэтому заселение ими почв защищенного грунта и грядок, где вы регулярно выращиваете овощные растения, является очень важным, как я еще раз повторюсь, особенно для участков, которые давно эксплуатируются, с целью получения овощной продукции. Не игнорируйте эти препараты. Используйте их. Используйте их в комплексной технологии безопасного выращивания растений с очень высокой отдачей и с высоким эффектом. Использование, разумное использование гуминовых препаратов и широкое использование бактериальных препаратов на основе псевдомонад в достаточной мере решат проблему почвоутомления. Я желаю вам, чтобы почвы, начало нашего урожая, были у вас здоровыми, плодородными и обеспечили ваши растения всем необходимым, а вас, богатым урожаем, который будет приносить только радость. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова